Всем привет! Хочу поговорить на тему верните мой 2007 год. Решайте сами, что для вас этот год означает. Кто-то из вас может быть еще был маленький, кто-то из вас может быть уже был взрослый, а кто-то реально тащился от этого года и кто-то вспоминает с какой-то даже ностальгией. А для кого-то это был просто проходной год. По моему мнению, 2007 год это был все-таки крутой год. Но в любом случае, есть уже куча пабликов по поводу верните мой 2007 год. Особенно это популярно в России говорить, верните мой 2007 год. И в первую очередь, этот год у многих просто ассоциируется не с пропагандой эмо, а именно с культуры, субскультуры эмо и неформалов. Как видите, в этом году я такие вот темы начал опять затрагивать, которые касаются чего-то прошлого. В прошлых роликах, например, один из таких роликов, который я вам рассказывал, это был Компьютерные клубы, начало 2000-х годов. Небольшое отступление. Я решил взять такой блог, чтобы у меня как-то в последнее время много очень негатива, и я решил окунуться во что-то приятное. И, ну, в такой, знаете, момент, когда было бы сейчас, всем было бы, ну, в основном, приятно бы вспомнить этот просто год. Я просто не хотел тут один блог делать о негативе, а хотел сделать о чем-то достаточно о прошлом, неприятном. Ну, такой блог в стиле, давайте вспомним прошлое, но то, чтобы было бы приятно. И хотелось бы опять вернуться, ну, окунуться опять с ровным счетом в 2007-й год. У меня 2007-й год ассоциируется... Не могу это слово нормально выбрать. Ну, реально, не могу это слово. Ладно, короче, для меня 2007-й год идет, в первую очередь, как с группы Linkin Park. Про это, может, я еще отдельный блог сделаю про Linkin Park. Ну, вот, именно, в первую очередь, с музыкальными группами и с всякими разными исполнителями. На основном, в этом блоге я хотел именно поговорить про то время, когда было очень не только популярно эмо, но и какое же все-таки шло направление музыки, кому... Ну, то и моднявые, короче, музыки и тех исполнителей. Аврин Лавин. Для того года это была очень популярная певица. Ну, именно поп-певица. Ну, помните ее клипы, такие школьные, эммовские, в общем, клипы. И маленьким девочкам, там, по 13, может, 18 лет нравилось Аврин Лавин. Потом, конечно, может, уже кто-то в 2017 уже все это переворачивает. Все эти скейты, кроссовочки, бантики и так далее. Вот. Ну, все такое, знаете, эммовское, розовое. Почему-то в интернете пишут, что 2007 год очень ассоциируется с Пэрис Хилтон. Не знаю почему. Напишите в комментариях, почему в 2007 году было популярно Пэрис Хилтон. Такая личность. Ну, блондинка, короче. Токио Хотель. Я думаю, здесь я попал в самую точку, потому что, я считаю, они были очень популярны в 2007 году. Я помню, там, смутный их клип, они что-то там летели на вертолете, как обычно снималось на фоне каких-то городов, дорогих городов, те же небоскребы. Может, я здесь что-то путаю. Ну, просто прогуглите Токио Хотель, особенно в Ютубе, и посмотрите их первые официальные клипы. В интернете пишут, что для 2007 года был еще один популярный исполнитель. Это рэпер Фифти Цент. Я не знаю, почему он для 2007 года был так важен. Не знаю, лично я бы Фифти Цент бы отнес вообще к началу 2000-х, или к началу расцвета вот этих, знаете, уже моднявых клипов, где, например, актуальны вот эти понты, крутые тачки, много телок, и... Форсаж, одним словом, но для 2007 года я никак не могу ассоциировать с Фифти Цент в 2007 году. Ну, уж как-то далеко от темы эмо, короче. Максим, русская певица, или просто поп-певица. Да, я помню, я помню, был на ее концерте, в Далгу пился. Может быть, это был не 2009 год, я забыл сказать, что в 2007 году мне было примерно 19-20 лет. Но я помню Максим, в общем, я помню Максим, такую певицу. Не знаю, кто из вас слушает сейчас Максим, но мне как певица она, в общем, не нравилась. То есть мне не нравилась ее песня. Но вот как девушка она мне нравилась, но не как певица, реально. Но для 2007 года я считаю, да, может быть, что-то было в этом, было. Все слушали Максим. Я не знаю, кто не слушал, но, может быть, кому-то и в 2007 году очень нравилась Максим. И она была... Я согласен, что Максим была популярна для 2007 года. The Pussycat Dolls. Я не знаю, кто они такие, но... Напишите в комментариях, что вы думаете про Pussycat Dolls. Banderas есть такая группа, и она была популярна для 2007 года. Я не знаю, что даже сказать про это, но... Да, что-то, может, и было для русской музыки. Прикольно. Ну вот, я, в общем, прошелся по основным исполнителям и музыкантам, которые были популярны в 2007 году. Еще раз повторю, что для многих 2007 год все-таки среди молодежи ассоциируется с эмо-скульптурой, с неформалами и так далее. Может, кто-то из вас сейчас вспомнит и такой скажет, да, как не хватает того времени, когда были неформалы. Но я просто знаю, что меня смотрят неформалы, и, возможно, для вас это просто золотое видео. А для кого-то я уже еще раз повторю проходное видео, и кто-то скажет, что-то это странный блог, и почему ты решил такую тему взять, если вчера у тебя бомбило. А вы смотрели блог «Верните мой 2007 год». Ну, ставьте лайк, либо дизлайк этому блогу, пишите свои комментарии. Кто хочет, подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok